9 июня состоялась защита дорожной карты сразу в двух филиалах ФУ, Елабуги и Набережных Челнах. Директор Елабужского института КФУ Елена Мирзон озвучила план мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности Елабужского института. Как известно, основным вектором развития института является именно педагогика. На сегодняшний день в институте преподают 223 научно-педагогических сотрудника, обучаются более 4000 студентов. В 2017 году реализуется академическая мобильность студентов, они принимают участие в различных форумах и мероприятиях, выигрывают гранты на обучение в различных университетах мира. Наиболее важным вопросом является вопрос показателей публикации научных статей в известных мировых журналах. В 2016 году от Елабужского института всего было опубликовано 108 статей в Скопос и ВОЗ. Ильшат Гафуров отметил, что необходимо увеличивать публикационную активность. Проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Софиулин озвучил данные общего мониторинга. И если в Елабужском институте КФУ говорили преимущественно о социально-гуманитарных направлениях, то в Набережно-Челнинском институте КФУ главный акцент ожидаемый сделали на инженерном блоке. А также участие КФУ в жизни города, где главной отраслью является машиностроение. На защите дорожной карты присутствовало руководство Казанского университета, преподаватели Набережно-Челнинского института, а также представители КАМАЗа и города Набережной Челны. Ректору Казанского университета были продемонстрированы возможности инжинирингового центра Набережной Челнинского института КФУ и результаты нескольких реализованных проектов. Очень отрадно, что на выставке здесь показали совместные работы с бизнесом, прежде всего с предприятием, который формировал и формирует Набережные Челны. Это КАМАЗ. И впервые за всю историю заключены хозяйственные договора, которые превышают 100 миллионов рублей на сегодняшний день. Это говорит о том, что все, что мы с вами делаем, стало более-менее востребовано и способствует на развитие предприятия. В своем докладе директор Набережной Челнинского института КФУ Махмуд Ганиев отметил, что за последнее время полностью выполнен план по росту заработных плат. Однако рост заработных плат и возможность привлечения квалифицированных преподавателей, научных сотрудников во многом зависит от стоимости обучения в УЗИ. Ильшат Гафуров уверен, что качественное образование дешевым быть не может. Было озвучено много рекомендаций от ректора Казанского федерального университета. Необходимо уделять внимание работе субъектами малого и среднего бизнеса. Проекты, формируемые с предприятиями, должны охватывать полный производственный цикл. А инженерное направление в институте должно составлять не менее 70%. Анна Глацанова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.